Садгуру, позвольте увести вас немного в сторону и перенести в мир кино, откуда я родом. Много лет назад, когда все только начиналось, в 60-х, 70-х годах, были красивые истории, достойные принципы, красивая музыка и слова песен. К тому времени, как я стала звездой, некоторые джатка-матка уже могли шокировать предыдущие поколения. Те, наверное, говорили, да что это такое? Но все еще оставалось в пределах... В чьих пределах? Я имею в виду, это было приемлемо для общества. Но сейчас в кино мы видим слишком открытую одежду, любовные отношения. Ночные клубы. Иногда меня это беспокоит. Мои дети сейчас подрастают, и вот что они видят. Песни, которые они слушают. Это песни о... Начиная с джанам-джанам и до срока годности. Да. Вот что они смотрят. Вот что им кажется классным. Вот что сейчас популярно. Вот на чем растут дети. Вот что они видят и слышат. Я просто немного обеспокоена тем, какими они станут. Уверен, твои родители тоже беспокоились. Уверен, что мои родители были сильно обеспокоены, когда я рос. Все родители переживают, и каждое поколение всегда обеспокоено тем, что со следующим что-то не так. Я понимаю, о чем ты говоришь. Эти неожиданные перемены. Каждое поколение хочет оказаться на шаг впереди предыдущего. Либо просто для того, чтобы сделать что-нибудь иначе, либо же, естественно, вырастая в одной атмосфере, они хотят выйти на следующий уровень. Ты же говоришь, что следующий уровень — это не всегда следующий. Да, он не выше. Это просто что-то другое. Следующий не обязательно выше. Да, просто следующий шаг. Подобное беспокойство было всегда. Но изменения, которые происходят сегодня, — это не просто следующий шаг. Это огромное влияние, потому что за последние 15 лет возможность для обмена информацией между культурами и через границы настолько велика. Никто прежде не находился под таким мощным влиянием. Воздействия такого уровня на молодых людей не было никогда прежде. Ни одно поколение не испытывало такого натиска информации в столь разных сферах, и масштаб влияния очень велик. Если говорить о тех изменениях, которые происходят, то этот шаг не следующий, а просто шаг куда-то. И никто не знает куда, потому что все слишком сильно смешалось. Никто не знает куда, молодые люди и сами не знают. Все просто перемешалось. Все это из-за неожиданного натиска информации и коммуникации. Не нам судить, хорошо это или плохо, но такой объем информации. Когда я говорю «информация», когда мы росли, и я уверен, для твоего поколения это тоже было так, мы не знали, что такое скука. Скуки не было. Мы испытывали воодушевление от всего, что происходило вокруг. А сегодня мы видим 12-летние дети, если им сказать что-то. Да. Им все время скучно, потому что они уже видели весь космос на экране своего телефона. Даже не на экране компьютера. Они видели весь космос на экране телефона. Они знают все. Даже то, чего не знаете вы. Спросите их, они знают все. В плане информации. К 18 годам у них уже было 5 любовных романов. На Западе так и происходит. В Индии такое тоже начинается. К 18 годам они видели все, что только можно. С точки зрения тела, ума и эмоций. К 25 годам... Что дальше? Да, что же дальше? Вы увидите. Я бы не хотел, чтобы такое произошло. Это лишь то, что я вижу. То, как работают умы людей, как они нагружены информацией. Меня трудно назвать пессимистом. Но я вижу, что если уровень информации будет оставаться таким же или увеличится в будущем, то неудивительно, если в ближайшие 50 или 100 лет 50% всего населения решит покончить с собой. Вот что произойдет с умой. Некоторые аплодируют. Посмотрите. Люди поддерживают. Просто вы затронули... Нет, я хочу сказать, сегодня, сейчас в мире от самоубийств погибает больше людей, чем могут унести все войны, несчастные случаи и убийства. И если натиск информации на человеческий ум останется на том же уровне... Я знаю природу ума досконально, потому что я знаю свой собственный ум, знаю, как он работает, с чем может справляться, а с чем нет. Я отлично знаю, что такое человеческий ум. Вот почему мне не нужно читать книги или слушать их истории. Стоит кому-то сказать одну фразу, и я знаю, что из себя представляет ум этого человека, потому что я досконально знаю структуру человеческого ума, иначе я не был бы тем, кто я есть. Я хочу сказать, что если информационная атака будет продолжаться в том же темпе или ускориться, что возможно в ближайшие годы... За этим точно последует желание уничтожить себя, потому что не будет того, ради чего стоит жить. Нет радости, нет воодушевления ни от чего. Оглянитесь на свою жизнь. Те из вас, кому за 50... Просто взгляните на то, какой была ваша жизнь. Когда вам было 12-15 лет, могли ли вы скучать? Любая мелочь вызывала у вас восторг, не так ли? В наши дни вы увидите почти норма, когда 12-15-летние дети просто скучают. Да, они все в своих айпадах, айфонах, гаджетах. Раз уж у нас тема о жизни и о любви, все это не будет ничего значить, потому что у вас был один роман в 18 лет. Вы думали, что в этом вся жизнь и были готовы умереть за это. Умерли вы на самом деле или нет, это другое. Но, по крайней мере, в то время вы думали, что умрете. Да, в наши дни. В Фейсбуке у них 22 любовных романа одновременно. Это просто ничего не значит. Я не говорю, заводить им романы или нет. Все, что я хочу сказать, это неизбежно создаст некоторую перегрузку ума. И неожиданно человек начнет задаваться вопросом, «Зачем я здесь?» Этот великий шекспировский вопрос, «Быть или не быть?» Это не самый умный вопрос. К сожалению, люди так думают. Это только потому, что вас не коснулась жизнь. Вы не частичка жизни. Вы лишь случай из области психологии. Вы наполнены эмоциями и мыслями. Вы не коснулись жизни. Вы думаете, что ваши мысли и эмоции — это жизнь? Нет. Ваши мысли и эмоции — это драма, которую вы создаете в своем уме. Это ваше кино. Вы должны быть способны остановить его в какой-то момент. Если вы не знаете, как написать конец фильма, тогда кино станет бесконечным. Вы садите с ума. Жизнь происходит здесь. Ваша работа не является жизнью. Ваша семья, карьера, кино, ваши мысли, эмоции не являются жизнью. Жизнь происходит здесь. А все остальное — это лишь аксессуары для жизни. Но сейчас побрякушки стали важнее, чем сама жизнь. Вы полностью упускаете жизнь. Если вы коснетесь жизни внутри себя, это будет взрыв энергии. Если такого с вами никогда не случалось из-за того, что у вас информация обо всем космосе на экране вашего телефона, жизнь так никогда и не коснется вас из-за избытка информации. Слишком много мыслей. Даже эмоции становятся сухими.